Думаю, все помнят эти шедевральные и захватывающие дух и кошелек шоу Victoria's Secret. Модели ангела с божественными телами, которые будто реально спустились с небес. Иначе причину их комбы идеального тела, лица и модельных навыков мне не оправдать. Но в 17-м году шоу заканцелили. Из-за того, что на протяжении целых десятилетий они не пускали на подиум никого, кроме идеальных девушек, без единого изъяна. Тогда-то и начали выходить на поверхность и другие проблемы, связанные с этим брендом. Модели начали рассказывать о том, чем им на самом деле приходилось жертвовать ради возможности называться моделью Victoria's Secret. Изнуряющие тренировки, экстремальные диеты и реальные проблемы со здоровьем ради того, чтобы оставаться в шоу. Давайте сегодня отряхнем пыль с этого сундука и разберем, что же там все-таки пошло не так. Ибо я была в шоке, когда узнала, что скрывается за идеальной картинкой. История этого бренда началась еще в 17-м году и, как ни странно, с мужчины. Сегодня выбор нижнего белья настолько широкий и разнообразный, что если зайти в магазин без конкретной цели, а только посмотреть, то можно потеряться в выборе на пару лет. Но так было не всегда. Однажды мужчина по имени Рой Рэймон решил зайти в местный универмаг, чтобы купить нижнее белье для своей жены Гэй. И кроме бесформенных ночнушек в цветочек и а-ля бабошниных трусов, он ничего не нашел, чтобы, так сказать, радовало мужской взгляд. Вот тогда-то он и понял, где зарыто целое состояние. Чтобы проверить свою теорию, он немного походил по другим магазинам. Всего-то 8 лет. А потом открыл свой собственный магазин нижнего белья под названием Victoria's Secret. Рой хотел сделать так, чтобы мужчины спокойно могли приобрести красивое и сексуальное белье для своей дамы, а не пробегали мимо с криками «Только не это». Его задумка была хорошая, но, как вы понимаете, одной задумки мало. Рой сделал магазин для того, чтобы именно мужчинам было там комфортно находиться и совершать покупки. И угадайте, как они выглядели. Маленькое помещение, много дерева, красные бархатные диваны и мега откровенное белье. Ну, скажем так, на любителя. У меня, глядя на такие интерьеры, появляется ощущение того, что сейчас из-за угла появится представительница давней профессии и начнет приватный танец. Поэтому спрос и продажи магазина были не такие большие, как хотелось бы, и это сподвигло Роя продать его магазин. Покупателем стал Лес Векснер, который приобрел Victoria's Secret за 1 миллион долларов. Векснер уже тогда был отличным бизнесменом и имел несколько успешных компаний. Он полностью поменял направление бренда и стал ориентироваться на женщин, а не на мужчин, покупающих им белье. Роскошное и гламурное, но удобное и доступное. Вот был его девиз. И это был успех. Только за первый год заработок составил 500 тысяч долларов. А еще было открыто 5 магазинов по всей стране и выпущен каталог, который станет приносить целых 55% выручки в год или 7 миллионов долларов. Вот это сила маркетинга. Неплохо, правда? Но это было только начало. В 90-х годах Victoria's Secret стала одним из самых крупнейших магазинов нижнего белья в США, а их каталог чем-то вроде культа. Для него всегда нанимались только самые лучшие фотографы, визажисты и стилисты. А первый онлайн-показ 99-го года просто снес веб-сайт, потому что хотели его посмотреть более полутора миллиона человек. Модели, работающие Victoria's Secret, приносили бешеную популярность бренду и гонорары себе. Но, честно говоря, я бы удивилась, если бы это было не так. Вы видели Тайру Бэнкс, Жизель Бютхен и Хайди Ктун в те года? Идеальные фигуры, шикарные волосы и сияющая кожа у каждой. У них точно был какой-то секрет, чтобы так выглядеть. Особенно при тех строжайших диетах, на которых им приходилось сидеть. Знаете, я думаю, здесь всего два варианта. Или они продали душу дьяволу, или регулярно принимали качественные витамины. И если к первому как-то морально пока еще не готова, то второй вариант мне очень даже подходит. Поэтому я заказала себе целый набор витаминов и минералов от Халфса. У них много хороших отзывов в интернете, например, на отзывике или iRecommend, поэтому решил попробовать их заказать у них. На их сайте я прошла опрос, составленный с помощью опытных врачей и нутрициологов, где ответила на целую кучу вопросов об образе жизни, питании, физических нагрузках, аллергиях, хронических заболеваниях и так далее. Но если вы считаете, что опроса в этом вопросе вам недостаточно, то вы можете отправить свои анализы и их тоже учтут. А потом на основе всей полученной информации составят персональную рекомендацию и подберут для вас самый эффективный комплекс. Честно, я осталась в восторге от такого сервиса. При этом мне не просто написали «вам надо вот это и все», а отправили на почту целый документ, где подробно объяснили, что, как и почему. Кстати, потом я показала список своему врачу, и он полностью одобрил подборку от Халфса, сказав, что она составлена очень даже грамотно. Витамины приходят в коробке целым набором на месяц, мне их любезно доставил курьер, но если хотите, можно добрать самостоятельно в ближайшем пункте выдачи или постамате. При этом коробку с набором можно получить сразу, оплатить раз в две недели. Все необходимые дозировки уже подобраны, поэтому витамины разложены на каждый день в отдельной саше, что, надо сказать, оказалось очень удобным. В этот раз у меня высокие шансы не запутаться. Я знаю, что витамины нужно принимать постоянно и регулярно. И сейчас, когда у меня высокая загрузка и много задач, я легко могла бы просто о них забыть, но бот в Телеграме напоминает мне о приеме. Кстати, по истечению первого месяца набор меняется, потому что некоторые витамины лучше принимать курсом, а для некоторых достаточно и одного месяца. Но, опять же, нам с вами не обязательно постоянно держать это в голове, потому что опытные специалисты халса все помнят и вовремя напомнят. В общем, если вы хотите поддержать организм в период максимальных нагрузок, позаботиться о здоровье и красоте, то ссылку для вас я оставлю в описании. И еще по моему персональному промокоду вы получите скидку в 45%, так что переходите и получайте свой персональный набор, подобранный специально для вас. Прошло время, когда самым знаковым и запоминающимся событием года стали именно ежегодные показы мод Victoria's Secret и, конечно, ангелов на них. Придумал это шоу Эд Раза, который впоследствии будет за него отвечать долгие-долгие годы. Но прославится он не только этим, его отвратительные поступки тоже сделают его знаменитым. Но подробнее об этом расскажу чуть позже. Нижнее белье стало лишь небольшим элементом этих показов. Шоу превратились в целые постановки, в которые с каждым годом вливались все более неприличные суммы. В 2010 году шоу смотрели более 10 миллионов человек, а выручка компании стала ну просто запредельной. И все это благодаря неземным девушкам, на которых каждая из нас втайне всегда мечтала быть похожей. И мы с вами знаем почему. Белье, которое демонстрировали на показах, выглядело просто совершенно и захватывало дух. В 2000 году Жизель вышла на подио в бюстгальтере, инкрустированном бриллиантами и рубинами, стоимостью 15 миллионов долларов. И на тот момент невозможно даже представить себе, что такой успешный бренд как Victoria's Secret, который обладал полной властью над женщинами во всем мире, станет неактуальным. Так что же привело к такому итогу? Давайте поговорим об этом. У моделей из Victoria's Secret одни из самых строгих тренировок и диет в мире. Когда наконец раскрылась правда о том, что на самом деле приходилось делать с собой этим молодым и красивым девушкам, общественность была в шоке. У моделей, кстати, когда-то был промо-ролик с тем, что они ели перед шоу. И они все называли джанг-фуд по типу картошки фри, колы, пиццы и так далее. Поэтому достаточно продолжительное время все наивно думали, что это просто природа сделала их такими тростинками. Я точно это помню, потому что сама делала эксперимент, где пыталась и тренировалась как модель Victoria's Secret. Там, кстати, уже один миллион просмотров, так что обязательно заходите. Все модели тогда говорили, что едят джанг-фуд, но знаете, глядя на них, мне кажется, что нас слегка обвели вокруг пальца. Вот всего несколько моделей, которые рассказали, на какие жертвы им пришлось пойти, чтобы соответствовать званию ангела Victoria's Secret. Бриджит Малкельм работала с Victoria's Secret в течение двух лет, и все это время ей не переставая говорили, что нужно худеть и меньше есть. Поэтому ей приходилось месяцами питаться только тушеными овощами и водой. Интересно, картошка фри, про которую они раньше говорили, к какой категории относятся? Неудивительно, что Бридж дошла до того, что просто не могла подняться на лестничный пролет. У нее не было на это ни физических, ни моральных сил. Но чтобы продолжать стремиться к идеальной фигуре и не потерять таким трудом заработанный статус, ей приходилось постоянно сидеть на успокоительных. Думаю, она их принимала, потому что в то время это тоже в каком-то смысле считалось ее едой. Как вы понимаете, при таком питании, нагрузках и стрессе невозможно выглядеть абсолютно здоровой. Чтобы выглядеть сияющей и отдохнувшей, даже на попу Селина приходилось наносить макияж в 20 слоев. И тут у меня возникает вопрос, а сидеть тогда как? Хотя по себе знаю, есть такие люди, которым, как и моделям из Victoria's Secret, не сидится на одном месте. Поэтому, если вы одна из них, то заглядывайте ко мне на страничку в Инстаграм. Там я делюсь гайдами по блогингу и онлайн-профессиям, правильному питанию и тренировкам. Просто пришлите мне плюс директ, и я вам их вышлю. Буду ждать вас там. Еще одной моделью, которая поделилась тем, через что ей пришлось пройти, стала Эрин Хизерта. Перед шумом Эрин тренировалась дважды в день и совсем ничего не ела. Но даже при этом руководство Victoria's Secret постоянно говорило, что ей нужно похудеть. Я не знаю, куда еще худеть, если ты и так не ешь. Вот мне сейчас на ум приходит только то, что эти люди скрытые фанаты остеологии, но их не взяли в мед. Чтобы оставаться экстремально красивой и не быть уволенной, Эрин начала принимать препарат, который вызывает привыкание и является очень токсичным для всего организма. А еще ей посоветовали колоть желудок гормоны, чтобы избавиться от чувства голода. Эти методы ей, кстати, посоветовал тот же чудо-диетолог, откуда спрашивается руководство их понабрало. У меня бы точно возникли подозрения, касающиеся их образования. Но, как вы понимаете, это не последняя модель, которая морила себя голодом и экстремально трансформировала свое тело. Одна из самых известнейших моделей, Адриана Лима, работала Victoria's Secret целых 20 лет. Она рассказала, как готовилась к показу после беременности. На пути к идеальному телу Адриана переходила на жидкую диету и переставала есть любые твердые продукты за 9 дней до шоу. Но это еще не все. За 12 часов до шоу она исключала любую жидкость и, видимо, усердно молилась, чтобы выжить до конца представления. Обессиленное и обезбоженное тело. Вот тот идеал, который транслировался и к которому все так стремились. А мы с вами все гадали, как же ему удается держать такую форму. Все оказывается очень просто. Не есть, не пить и не жить. Теперь, когда вы увидите этих худых, подтянутых и совершенных моделей, то знайте, что их тела выглядят недосягаемы не потому, что вы делаете что-то не так. Это им приходится идти против человеческой физиологии и класть на алтарь успеха свое здоровье. Но, знаете, девушкам ведь приходилось тяжело, не только физически. New York Times опубликовала статью, в которой подтверждалось, что руководители компании Victoria's Secret подвергали сотрудников и модели сексуальным домогательством. В основном все сводилось к двум мужчинам. Лесли Векснер, основателю Elle Brands, материнской компании Victoria's Secret, и Эду Разуку, топ-менеджеру, проработавшему в этой компании несколько десятилетий. Знаете, как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это я к чему? Лучшим другом Лесли Векснера был Джеффри Эпштейн, американский финансист, филандроп и секс-преступник. Подробности вдаваться я не буду, и скажу лишь то, что он был известен, мягко говоря, жестоким обращением с женщинами, торговлей людьми и даже получил за это срок. Многие знакомые предупреждали Лесли о Эпштейне, когда они только начинали свое общение, но он почему-то постоянно закрывал на это глаза. Следующей неоднозначной личностью в руководстве Виктория Сикретт будет Эд Райз. В своих интервью для прессы Райзак говорил, что модели Виктория Сикретт делают все самостоятельно, тренируются, соревнуются и худеют. А потом заставлял их прыгать через скакалку 3 часа и говорил, что они ленивые. И я сейчас даже не про малоизвестных моделей говорю, хотя считаю, что нет никакой разницы, а про ангела Адриану Лиму. И еще плюс к этому, Райзак внушал моделям, что обладает безграничной властью и может заставить их делать то, что ему нужно, или просто сломает им жизнь. Что сказать? Ну, ничего хорошего. Ну и то, что флирт, это явно не его. Энди Мюс, одна из моделей Виктория Сикретт, рассказала Таймс, что чувствует, что ее наказываю из-за отказа от ухаживания Райзака. И еще в 2007 году, когда ей было всего 19 лет, он пригласил ее на ужин. Энди согласилась, чтобы поставить все точки над «и» и на тимда установить серьезное профессиональное отношение. Но есть мужчины, которые не понимают слова «нет». И Райзак как раз один из них. Энди все реже стали приглашать на показы, а потом и перестали вовсе. Даже такая огромная, известная и влиятельная компания, как Виктория Сикретт, не застрахована от падения. И пришло время, когда они стали сдавать свои позиции. Сейчас, если вы не знаете, то у них произошел ребрендинг. И нет, не из-за того, что они были на грани банкротства и никто больше не покупал их белье. И, конечно, не из-за того, что вскрылась правда о моделях, которых морили голодом и которые падали в обморок. Все потому, что они сами решили идти в ногу с трендами. Да, именно так и было. Сегодня Виктория Сикретт заменила своих ангелов на других известных женщин. Таких, как профессиональная футболистка Меган Рапина, известная актриса Прянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампео. Они также запустили глобальный фонд Виктория Сега для борьбы с женским браком. Но знаете что? В ответ на это сразу получили очень много негативной реакции. А все потому, что многие мужчины были расстроены, ведь изначально все делалось именно для них. Идеальные, невероятно сексуальные тела демонстрировали им шикарное белье. И что-то мне подсказывает, что о покупке белья в тот момент они задумывались меньше всего. 99% покупок делают именно женщины. Поэтому то, что сейчас фокус сместился на них, возможно, не такая уж и плохая стратегия для Виктория Сикретт. Тем более, что у них просто не было выбора. Их критиковали, что они не идут за трендами, не следят за тенденциями и не знают, что сейчас нужно миру. И это подтверждали летящие вниз продажи и убегающие вперед конкуренты. А что думаете вы по поводу их ребрендинга? Поделитесь своими мыслями в комментариях. История компании и модели Виктория Сикретт показывает, что идеальная картинка может казаться не такой уж идеальной. За совершенным телом может скрываться тяжелая жизнь и потерянное здоровье. Это в очередной раз доказывает, что все нужно делать с умом. И если хотите хорошую фигуру, то не обязательно доводить себя до изнеможения, расстройств пищевого поведения и нервных срывов. Нужно учитывать генетику, различные типы фигуры и всегда прислушиваться к голосу разума. На сегодня это все. Не забывайте про поддержку своего организма и регулярный прием витаминов. Напоминаю, что скидку на халса я оставлю в описании. Так что переходите по ссылке. И пишите в комментариях, смогли бы вы питаться воздухом ради идеальной фигуры или предпочли бы не рисковать своим здоровьем. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok